Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые труженики тыла! Дорогие земляки! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник для нас священный! 81 год назад война вошла в каждый дом, в каждую семью, затронула каждого жителя нашей страны. Более 250 тысяч наших земляков сражались на фронтах Великой Отечественной. Около 100 тысяч погибли. Мы чтим их память. Отвагой и стойкостью, терпением и верой. Все они – воины и труженики. Шаг за шагом приближали этот великий день – 9 мая. Тюменская область в годы войны приняла несколько десятков эвакуированных заводов. Производство было развернуто в кратчайшие сроки. Наш регион выпускал для фронта снаряды и минометы, мотоциклы и аккумуляторы, одежду и обувь для солдат. В Заводоуковске делали бесшумные планеры для разведки. В Тюмени – легендарные торпедные катера «Комсомолец». При этом областная столица стала городом госпиталей для раненых воинов Красной Армии. Миллионы наших соотечественников ежедневно совершали подвиги, не задумываясь об этом. И они победили. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон и наша вечная и безмерная благодарность. Имена фронтовиков и тружеников тыла навсегда останутся в памяти потомков. Подтверждение этому – всенародная акция «Бессмертный полк». 15 лет назад ее придумал наш земляк Геннадий Иванов. Он хотел почтить память своего отца-фронтовика. Теперь на улицы городов во всем мире выходят миллионы людей. Они несут портреты своих родственников. Нескончаемый людской поток, который огромной рекой течет по нашим улицам – это подтверждение благодарности потомков поколению победителей. Такая живая связь между прошлым и настоящим особенно важна для нашей страны сегодня. Помня уроки истории, следуя заветам предков, Россия отстаивает историческую правду и право быть собой. Наши деды и прадеды жили ради процветания Отечества, ради счастливого будущего детей и внуков. И мы, их потомки, будем верны этим целям. Вечная слава победителям! С праздником! С Днем Победы!